Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Не так давно исполнился очень большой круглый юбилей. И причем юбилей не оба какой-то организации, а очень солидной структуры, без которой невозможно существование, я думаю, любого государства, цивилизованного государства. Это наша прокуратура России, прокуратура сейчас Российской Федерации. А когда там была учреждена как прокуратура Российской империи, произошло это ровно 300 лет назад, государь наш Петр Алексеевич, Петр Первый в миру, как мы его называем, учредил эту важную организацию. Вы помните, он был царь-реформатор, и он, соответственно, прекрасно понимал, что раз мы переводим страну жить на европейский лад, то, соответственно, как и положено, во всех странах должна быть своя прокуратура. Мы помним имя первого прокурора, это Павел Ягужинский, известный исторический персонаж. И об этом мы сегодня поговорим, поскольку прокуратура, естественно, была учреждена не только в Петербурге, по всей империи постепенно появлялись прокуроры. И Тверская, конечно же, губерния, это не исключение, на Тверской земле тоже появился свой первый прокурор. О том, как все эти не только годы, а столетия развивалась наша Тверская прокуратура, чем она жила, как она менялась. Об этом мы сегодня поговорим с гостями нашей студии. Хочу их представить. Это, естественно, представитель прокуратуры Сергей Анатольевич Никифоров, заместитель прокурора Тверской области. Добрый день, Сергей Анатольевич. И мои коллеги, которым, да, вы скажете, почему люди не в форме, это журналисты. Но, тем не менее, они имеют прямое отношение к этому юбилею, они приняли важное участие в его, так сказать, оформлении. Позже вы узнаете, что именно это было. Хочу их представить. Это Нина Метлина, главный редактор журнала «Ареномания». Добрый день. Добрый день. И Вячеслав Метлин, генеральный директор издательства «Исток Волги». Добрый день. Добрый день. А вы, дорогие телезрители, можете звонить нам по телефону 300-190, задавать ваши вопросы. Может, тут вас интересует вот у зампрокурора, между прочим, спросите напрямую, когда такое предоставится возможность. Ну и просто высказывайте ваше мнение, что вы думаете о работе прокуратуры. Может быть, вы тоже какими-то историческими сведениями обладаете. Все-таки, еще раз говорю, 300 лет – это очень большая, крупная дата. Ну что ж, Сергей Анатольевич, скажите, вот тогда, в XVIII веке, как проходило становление Тверской прокуратуры? Когда у нас появился свой прокурор? Что прям тут же слеза, как у Толстого в романе «Пашка Югужинским», прислали и нам прокурора, или это произошло позднее? Ну, вы уже отметили, что сама прокуратура была создана Петром, и дата создания 12 января 1722 года, вот это такая знаменательная для нас дата, и вы уже отметили, органы прокуратуры Российской Федерации в этом году, в 2022 году отмечают очень большой юбилей, 300 лет прокуратуры. То, что создал Петр, это, конечно, существенно отличалось, то, что существует и имеет место быть на сегодняшний день. Об этом вы как раз и поговорили, интересно, как менялась ваша структура. Это, конечно, ясно, что совершенно другие, может быть, условия были, но главное, то, что предназначение и мысль императора, первого российского императора, была о том, что, в общем-то, в стране должен быть порядок, в стране должен быть государственный надзор, и, в общем-то, им создавалась новая государственная структура, новый государственный аппарат, и царь, конечно, император хотел, чтобы был надлежащий надзор за создаваемыми структурами государственной власти, за чиновниками, поэтому вот с этой целью и была создана Российская прокуратура. На территории Тверской губернии, на Тверской земле появление прокурора ознаменовалось несколько более поздним сроком. Это был тот же XVIII век, но произошло это уже при императрице Екатерине II. Вот здесь появился первый прокурор на Тверской земле. И в дальнейшем история прокуратуры Тверской губернии, Тверской области, она неразрывно связана и с историей прокуратуры в целом России, в дальнейшем от Российской Федерации. А как же тогда работа велась? То есть все дела, если что, из Тверской губернии, из Тверской земли отправлялись в Петербург? Нет. Происходило это таким образом, что рассматривалось по инстанциям. И так же, как и сегодня, эта структура имела централизованный характер. И, конечно, до Санкт-Петербурга доходили только те вопросы, решения которых не устраивало кого-то на местном уровне. То есть это так же, как и сегодня, вся такая же схема и система работы централизованного органа. Если с решением, которое принимается на уровне, условно говоря, субъекта, граждан, организации, какие-то заинтересованные лица не согласны, то, конечно, дальнейший вопрос и обжалования, и рассмотрения может быть перенесен уже на федеральный уровень. Тогда это вот на уровень. Значит, генерал-прокурор Российской империи мог быть перенесен этот вопрос. То есть это, в общем-то, во многом вот этот механизм остался до нынешнего дня. То есть это была централизованная система. Наша Тверская губерния была не единственная такая, у которой, ну, до поры до времени не было своего прокурора? Нет, ну, всё это централизованно оформлялось, и вот эти вот появления прокуроров на местах в губерниях, это связано, конечно, с именем Екатерина. Второй? Екатерина второй, да. Да, ну, кто же была Екатерина первая. То есть это уже через достаточно приличный исторический промежуток времени, поскольку мы знаем царствование Екатерины Второй, это уже вторая половина XVIII века. Да, конечно. Через 44 года, если память не изменяет, у нас вот появился наш Тверской прокурор. Постоянно, как бы, система прокуратуры проходила такие моменты, связанные с реорганизациями и прочие. Ну, например, в XVIII, в начале, прошу прощения, в начале XIX века при уже императоре Александре I были созданы министерства, в том числе вот министерства юстиции, и здесь, значит, генерал-прокурор, он же был по должности и министром юстиции. То есть вот это, как бы, происходило, постоянное-постоянное развитие нашей структуры. Ну, и очень серьезные, как бы, подвижки, это судебная реформа уже императора Александра II, небезызвестной, 1864 года, когда, в общем-то, прокуроры начали работать при судах, они стали поддерживать функцию государственного обвинения. Вот возникло настоящее в России впервые, там, после крепостного права, вот после, скажем, такой времени феодализма, вот началось развитие цивилизации, разделение властей, была создана судебная власть, и вот уже прокуроры оказались при судах. Вот, то есть главная задача прокуроров, это работать при судах, обеспечивать, в том числе, поддержание государственного обвинения, участие в судебных делах. В дальнейшем это все, как бы, менялось. Вехой, наверное, было серьезный 17-й год революции, если вот так вот. Скажите, а вот к 17-му году мы еще вернемся. Скажите, а мне вот интересно, форма вот у прокуроров царского времени 18-го, 19-го года, Александра Первого, Николая Первого, она тоже была в синих цветах или как? Ну, форма была, вот, понятно, что она отличалась, и вот цвета вот эти, я думаю, они тоже тогда не характерны были для прокуратуры, потому что вы, может быть, как бы это напрашиваете с некое сравнение с жандармами, да? Мы все помним, там, стихотворение Лермонтова. Да, и вы, мундиры голубые. Да, 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 да. Это относилось к совершенно другой системе органов государственной власти. Никакого отношения, конечно, прокуратуры и прокурора к жандармерии того времени не имели. Поэтому, соответственно, и, собственно говоря, да, форма была совершенно другой. Но мундир тем не были. Были, да, не были, да, да, все государственные люди, это всегда, в общем-то, такая достаточно полувоенная служба была. Она называлась служба. Да, да, поэтому эти мундиры тоже и в Российской империи существовали. То есть, в этом плане наша сторона не исключение. Опять-таки, если Петр Алексеевич брал и все последствия нашей монархии пример, соответственно, с Европы, то и без мундиров никак, а то, что было дальше, мы поговорим после рекламы, не переключайтесь. Мы сегодня говорим о таком важном событии, как 300-летие нашей Российской прокуратуры. Мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня». Мы сегодня обсуждаем такое важное событие, как 300-летие, основание Российской прокуратуры. Мои коллеги, как я уже говорил, присутствуют здесь на эфире. Почему? А потому что Нина Метлинович, Слав Метлин, они по случаю такого юбилея работали таким важным изданием. Вот принесли даже как специальная такая подарочная книга, посвященная как раз 300-летию образования нашей прокуратуры, нашей страны. Ну и, конечно же, в контексте нашей губернии Тверской. Ой, Нин, вообще, насколько сложно было сделать такое издание? Почему? Потому что все-таки охватить 300-летнюю историю, это непросто. Это не обзор за последние 20 лет, может, 50, там, допустим, не знаю, там, со времен основания советской власти, а именно за 30 лет. Интересно просто, где брали информацию? Спасибо за отличный вопрос. Вы знаете, во-первых, я хочу поблагодарить руководство прокуратуры Тверской области, заказанную нами честь, потому что работать над таким изданием, мне кажется, я не знаю, это просто подарок судьбы для любого журналиста. Это очень-очень интересная работа. Так получилось, откуда, да, все мы это знали. Конечно же, мы работали, ну, не вдвоем, это работал целый огромный коллектив. Во-первых, это руководство прокуратуры Тверской области, это Сергей Борисович Лежников, его заместители, которые координировали нашу работу, это Галина Алексеевна Малюта, это Владимир Барышев. То есть вот такой огромный коллектив работал над этим изданием. Конечно, мы брали все это, извините, да, не с потолка, этому предшествовала огромная многолетняя работа. Все началось много лет назад с прокуратурой, мы связаны, ну, мягко говоря, не один год. Мы помогали тоже издавать, да, некие книги им. И вот в частности, к 295-летию, да, прокуратуры был издан такой альманах на страже интересов государства. И это была своего рода, ну, генеральная репетиция, да, как раз перед юбилеем, когда мы начинали работать, как раз вот и Сергей Анатольевич был в числе тех, вот, кто курировал выпуск вот этого альманаха. Мы знали, что это все с расчетом на 300-летний юбилей. И тут уже мы, так вот сказать, отточили, да, какие-то вот основные моменты на базе этого альманаха. Ну, а когда уже, да, стал наступать буквально вот уже, да, не за горами появился год 22-й, мы знали, что работа предстоит очень важной, очень тяжелой. Мы понимали, что будет тяжело, но мы не ищем, да, вот легких путей. Нам было интересно, и, конечно, вот, ну, мы с удовольствием подключились. Итак, да, кто это делал вообще? Я хочу сказать все-таки о Владимире Барышеве, который работает и связан с прокуратурой, ну, буквально, я не знаю, ну, с эпохи миллениума, наверное. Потому что вот эти книжечки замечательные, они выходили еще в конце 90-х годов и начале 2000-х. Вот Тверская прокуратура от Екатерины до наших дней. Он очень, ну, вот скрупулезно, кропотливо собирал вот все, что касается прокуратуры. То есть это вот и было основой, базисом для вот этой книги. Ну, а потом уже, понятно, что мы не могли удовлетвориться этим, да, нам нужно как можно больше, чтобы было, чтобы книга была эксклюзивной. И вот тут большую роль сыграла Галина Алексеевна Малюта, которая работала и в Центральном государственном архиве, и в библиотеке имени Горького. И пользуясь случаем, хочу сказать спасибо коллективу, да, этих учреждений, которые пошли навстречу и доставали из своих запасников всякие документы, от которых вот прям у меня, как у журналиста, была дрожь. Когда Галина Алексеевна принесла на флешки сканы документов там 18-19 века, которые хранятся в архиве, ну, мне было вот, ну, просто опять как журналисту, я просто испытала, я не знаю, какой-то вот, ну, такое уважение, интерес. Вот, потом в Горьковке сохранились очень много документов, касающихся уже современной прокуратуры советского периода. Там вот тоже было много интересного, и мы, ну, узнали то, что, в общем-то, до этого и не знали. Поэтому эта книга, это максимально дополненный вариант современной истории, потому что раньше история в основном казалась, да, касалась больше, ну, вот, прокуратуры такой, да, не советского периода. То тут очень много, начиная вот от буквально после 17-го года до современности, много эксклюзива. А вот касаемо первых прокуроров, что вообще о них известно? Это какие-то сухие строчки, был, служил и так далее, или, может быть, даже запомнились какими-то делами? Или, может, просто какие-то нераверные линии? Ты имеешь в виду прокуроров? В царского периода, конечно, сам первый, да. Это вообще. Или мало о них информации в силу того, что 300 лет уже как-то так. Значит, не о каждом, не о каждом, но о некоторых, вот, да, об Оверкове, если я не ошибаюсь, есть. Есть информация, она сохранилась в наших архивах, есть интересные вещи, такие, как бы, и личного плана, чем они занимались. То есть, вот в этой книге всё есть. Вот как раз вы листаете, Роман, вот этот список прокуроров, и вот здесь вот про каждого прокурора есть краткая такая справочка, она очень интересная. А конкретно иллюстративный ряд, касающийся, вот он, то, про что вы спрашиваете, это то, что предоставил нам архив. А это архив прокуратуры или вообще... Государственная. Государственная, конечно. Он бережно всё это хранил. То есть, Галина Алексеевна наша, которая прекрасно с нами журналист, занимаетесь уже не один год, отправилась в Государственный архив, допустили её святые святых. Да, да. И позволили, да, отсканировать. И она уже саджала у нас материалов, совершенно верно. Ну, это да, действительно, это эксклюзив, потому что, да, вот даже написано, действительно, Государственный архив Тверской области, подлинные сведения, содержащие сведения. Да, уж. А были какие, действительно, громкие дела, вот в дореволюционное время? Известно что-то, может быть, какие-то расследования и так далее? Или как-то это всё-таки не осталось на страницах истории? Ну, если... Да, я думаю, громкие дела-то, конечно, они были, потому что жизнь-то, она и тогда, и сейчас во многом похожа. Вот, и люди, собственно говоря, и этические нормы, да, и правовые нормы. Но, по-моему, здесь вот у нас на страницах каких-то конкретных громких дел нету. Может быть, просто информация не дошла? То есть, я вот это не исключаю. Просто вот, ну, с этим не пришлось сталкиваться в процессе подготовки к книге. А то, что наверняка были какие-то интересные случаи в криминальной практике, в общественной практике, я думаю, безусловно, это было. Ну, вот у вас тут вижу, я пример-то есть. О лишении прав-преимуществ двух крестьян, которые в мае 13-го года, будучи в Твери на Хлебной, это сейчас Тверская площадь, украли у прохожего, ну, со временем молодёжи, не понять, цифры 2 рубля 80 копейка. Это при Союзе было много, а в дореволюционные времена это была приличная сумма. Тому и занималась даже прокуратура, их поймали, и в итоге осудили. Правда, учтя чистосердечное признание, ну, царский режим, он, конечно, был более мягок по отношению к гражданам, чем советский, поэтому в советское время с ними похлеще. Это скорее типичное это дело, оно не громко, скорее типичное. Да, оно интересно, на самом деле, что прокуратура в Союзе занималась. Сергей Анатольевич, мы как раз уже обмолвились, насколько действительно сильный слом произошёл на рубеже 17-18-е годы, когда произошла революция, ведь когда, ну, отрицались, в принципе, все устои государства, когда изначально Большукова вообще были мысли, что государству не нужны, будет единое такое пространство на земном шаре, царство пролетариев и так далее. То есть, насколько действительно сильно сломали прокуратуру, может, и вообще попросту вообще всё снесли, всех уволили, дай бог, если уволили, а то их сенки поставили. Сильным бы стал это ударом по органам надзорным тогда, в 17-м году? Ну, потому что видение тех людей, которые пришли к власти, да, это партия большевиков, оно как бы несколько такое, наверное, идеалистическое было, что вот сейчас... Наивные, я бы сказал. Ну, нет, наивными они людьми, конечно, не были, более, наверное, скажем так, идеалисты были, да, и что вот сейчас пройдёт революция, значит, и, собственно говоря, общественные отношения, они встанут на такой уровень, что позволят, в общем-то, без серьёзного там какого-то аппарата принуждения, без серьёзных государственных институтов управлять страной. Хотя, вы знаете, в саму революцию, мы помним, да, самое страшное было то, что вот эти органы внесудебной, внепроцессуальной как бы власти возникли, так называемые чрезвычайные комиссии, вот, понятно, что работая там по условиям революционной целесообразности, этому органу никакая прокуратура, никакие суды, хотя и военные какие-то, опять же, такие, скажем, экстраординарные судебные органы существовали, вот, поэтому вот, с одной стороны, это правило революционной целесообразности, а с другой стороны, вот, был такой, как бы, несколько идеалистический подход к тому, что эти общественные правоотношения встанут на своё место, что в обществе справедливым рабочих крестьян никаких преступлений совершаться не будет, и, собственно говоря, там не судить, не, как бы, проводить расследование, такой острой необходимости не будет. Но, как мы понимаем, это всё оказалось, на самом деле, не совсем так, и пришлось возвращаться вот к старому, уже традиционному... Когда это произошло? Это произошло через пять лет после революции, впервые был воссоздан институт прокуратуры, был назначен прокурор РСФСР, был назначен, да, прокурор Российской Социалистической Федеративной Республики, вот, ну, а в дальнейшем система органов прокуратуры, она стала совершенствоваться, в начале 30-х годов появились органы прокуратуры уже СССР непосредственно, вот, в дальнейшем появился и появилось такое должностное лицо, как генеральный прокурор СССР, вот, вообще очень многие такие нестандартные люди занимали, вот, этот высший пост, вспомним хотя бы Вышинского небезызвестного, да, как-то он как бы недоброй памяти считается, но личность, несомненно, выдающаяся была, вот, вот, поэтому, как оказалось, прокуратура, она нужна, без нее государство тоже не смогло обойтись, и даже вот эта, так называемая, социалистическая законность, она нуждалась в том, чтобы кто-то за этой законностью надзирал, наблюдал, делал определенные выводы, вот, и, опять же, участие прокурора в судах, в расследовании уголовных дел, это все, как бы, постепенно, постепенно развивалось, и уже после войны, конечно, органы прокуратуры, они, после Великой Отечественной войны, они, как бы, вот, начали приобретать более современный, такой привычный нам вид. Кристина, а тогда после революции известно, что-то привлекались старые кадры, все-таки, согласитесь, прокурор, это человек должен иметь непременно юридическое образование, а не просто кто-то из-за единого изображения. Я, я сколько читаю, вот, по этой тематике, да, и, вот, сталкиваюсь с историческими какими-то очерками, статьями в этой сфере, ну, у меня вот такое сложилось впечатление, что больше-то, конечно, брали людей из народа. Вот, может быть, в Советской России того времени, в Советском Союзе того времени, не хватало высших юридических заведений. Понятно, что те прокуроры вот того времени, они не оканчивали Московский государственный университет. Я так понимаю, существовала система неких юридических школ, где вот в таком быстром укороченном варианте происходило образование этих прокуроров. Вот, и многие прокуроры потом, вот, я так понимаю, они уже доучивались, будучи прокурорами, доучивались в высших учебных заведениях. Мы можем раздавать. Да, да, да. Был очень интересный момент, как раз, который я узнала при подготовке книги. Так получилось, что когда началась война, именно все прокуроры встали как один и пошли воевать. Но прокуратуру оставить было нельзя. И вот как раз там есть момент, что пришлось-то их брать как раз в прокуратуру людей без юридического образования. Но их пришлось обучать на месте. Те, кто мог, условно говоря, какие-то, ну, там, ветераны, да, пожилые, скажем так, прокуроры, они обучали вот этих вот, ну, молодых, вновь прибывших. То есть, прям шло обучение на месте. Это было вот особенно в период, ну, войны. Они были без юридического образования. Но их срочно доучивали на каких-то вот краткосрочных курсах. Меня это, вот, знаете, вот тоже отрыб взяла вот такая вот. Меня, честно говоря, это берет отрыб, я не пойму я логику советской власти. Зачем профессионала отправлять на фронт, где вот так... Добровольный. Да, какая разница, это люди в погонах, там, вот, сказать, стоят здесь, здесь нужнее. Обученный профессионал, его там так же ухлопают, как и обычного пехотинца. А когда можно было вот этого как раз отправить на фронт, а зачем это молодого непрофессионала оставлять в тылу, непрофессионала... У истории нет сослагательства. Ну, это даже вот советская власть такая черная, конечно. Нет, ну, давайте не будем ругать советскую власть. А почему не ругать? А зачем отправлять на фронт по специалистам? Дело все в том, что они прибывали на фронт, вот, прокурорские работники, и они, как правило, тем же самым делом занимались, только уже будучи прокурорами дивизий, армий, фронтов. То есть это, да, эти люди, и здесь вот есть, по-моему, даже очень интересные истории, они становились военными прокурорами на время войны, вот, поскольку так диктовала такая необходимость. Но в армии разве не было своих штатных сотрудников, трибуналов, так далее, так далее? Ну, вот, вы понимаете, армия, армия, какая была развернута, что, в общем, понятно, что требовала... Не знаю, просто... Армия мирного времени и армия, которая в Советском Союзе воевала в Великую Отечественную войну, это две разные вещи, поэтому и требования к тому, чтобы появились свои кадры юридические в армии, они тоже там же, помимо того, что военный прокурор, там и военные трибуналы, и военные суды существовали, поэтому тут, я думаю... Просто, насколько мне известно, они работали как следователи, потому что были девять... И военные следователи, да. Конечно, и прокуроров не отправляли на передовую, то есть внутри армии хватало работы. Просто тогда, сами знаете, 41-го года, 42-го, сегодня тыл, завтра передовая, после жертвы ты в Вяземской котле остаешься. Тем не менее, в Музее прокуратуры Тверской области огромная экспозиция посвящена именно тем, вот, да, людям, которые выявали... Ну, это, несомненно, храбрые люди, да, которые не стали осидеться в тылу, а добровольцами шагнули на передовую, конечно, то, что они так сделали, это к ним никаких претензий, наоборот, это говорит о том, что прокуратура... И, более того, многие из тех, кто воевал, потом впоследствии вошли в руководящий состав, да, правильно, прокуратуры Калининского района, вот в этой книге все это... Да, у нас много историй, и вот большинство тех, кого мы видим, это совершенно молодые люди, они, собственно говоря, просто шли на фронт, как бы в качестве призывников, они и не работали в органах прокуратуры, а вот их дальнейшая судьба, когда они приходили с фронта, значит, вот на них смотрели как на фронтовиков, как на членов партии, это серьезный, как бы востребованный кадр были, и они вот как раз шли пополнять органы прокуратуры уже в послевоенное время, то есть очень много людей, которые проходили через фронт, вот не в качестве там каких-то юристов, военных прокуроров, а именно в качестве призывников, они совершенно молодые люди были, а потом вот уже придя, опять же, вот через эти юридические школы, потому что и после войны эти юридические школы существовали, значит, учились, первоначальные какие-то знания получали, становились на должность прокурорских работников, в дальнейшем вот уже получали необходимое высшее образование, доучивались. Ну вот, вот примерно так. Ну это логично, на самом деле, что, то есть получается, вот с этих 20-30 годов вот эти юридические школы никуда не делись. Вот, да, очень наглядный пример в этой части, есть такой легендарный человек, Борис Васильевич Кравцов, это прокурор РСФСР в свое время был, достаточно длительное время, так вот он, он 23-го, по-моему, года рождения, он пришел на фронт молодым парнем, вот, пришел, как бы, через военкомат, он воевал, он был награжден за переправу Днепра званием Героя Советского Союза, вот, а в дальнейшем, вот, после демобилизации, после окончания войны, пришел в органы прокуратуры, значит, дослужился до такой должности, как прокурор РСФСР, и самое интересное, он жив, здоров, значит, и вот президент в январе этого года вручал ему государственную награду. Вот такие необычные судьбы и люди. Да, хорошо, дай Бог здоровья, так уважаемому человеку. А как работалось в прокуратуре в послевоенные годы? Можно сказать, что 60-е, 70-е, ну, начало 80-х годов, это было, ну, такое, скажем так, относительно спокойное время, по сравнению с тем, что было после гражданской войны, когда разгул преступности, военное время, после войны, когда тоже колоссальный разгул преступности, ну, и я уж молчу про 90-е, когда опять хлебнули, что называется, по полной программе. Можно сказать, что вот 60-70-е, это так относительно спокойный период был? Ну, вот само послевоенное время, оно никакой не спокойное было, да? Мы все прекрасно вот этот классический фильм знаем, место встречи изменить нельзя, да? Разгул бандитизма, определенная проблема правоохранительной деятельности, вот, поэтому здесь, как бы, его совсем спокойно нельзя назвать. Плюс не совсем спокойно политическая ситуация была, да? Это последний год правления Сталина, да, и это совсем непростое время было. Вот, ну, а вот, как бы, то, что уже связано с временами Хрущева, Брежнева, это, в первую очередь, в прокуратуре фигура такая возникает, вот, как Руденко Роман Александрович, человек, очень тоже интересной судьбы, небезызвестный, поскольку он, как бы, выступал главным обвинителем от Советского Союза на Нюрнбергском процессе, вот, и представлял Советский Союз в качестве, вот, главного обвинителя. А в дальнейшем, вот, в 1953 году он возглавил прокуратуру СССР, стал генеральным прокурором СССР, и на посту он находился более 30 лет, до середины 80-х годов, вот, с его именем, вот, как раз и связано, как бы, развитие послевоенной прокуратуры. Она во многом уже стала похожа на современную прокуратуру, потому что функционально, значит, и вот эти вот требования к кадровому составу, они стали, как бы, повышаться, повышаться, вот, отошли от таких суровых послевоенных лет, и была возможность уже брать на работу и ставить, как бы, кадровые задачи, чтобы на работу шли люди с высшим юридическим образованием, да, то есть, вот, вот здесь вот прокуратура, она, ну, и функционал прокуратуры, он, в общем-то, во многом стал похож, появилось разделение на так называемый общий надзор, надзор за следственным дознанием, значит, на участие в судах прокуроров, вот, то есть, вот, по структуре, как бы, по работе это у нас стало очень похоже. Ну, и, конечно, в это время следует отметить, что прокуроры занимались еще расследованием уголовных дел, прокурорские работники, у прокуратуры было свое следствие, мощное следствие, вот, и занимались расследованием уголовных дел, поэтому, вот, такая вот... Это то, из чего потом выделили Следственный комитет, да? Да, да, в 2000... Ну, и здесь была мера, необходимая, назревшая, как вы говорили, про Александр Левтором, да, давайте так, как прокурор, действующий прокурор, да, я могу рассуждать только с точки зрения того, что это были серьезно законодательные, как бы, изменения, да, это процессуальные революции, и мы все, как бы, вот, изменения закона в силу своей профессиональной принадлежности должны и обязаны принимать, потому что прокурор тот человек, который не создает законы, а следит за их исполнением, поэтому прокуратура приняла эти изменения законодательные и произошла, конечно, серьезная и процессуальная реорганизация, и кадровая реорганизация, но, вот, на мой взгляд, конечно, наверное, эта мера в целом, наверное, правильная была, потому что, собственно говоря, был четко вот такой водораздел между надзором и следствием, потому что все равно возникали вопросы, когда следствие находилось в системе органов прокуратуры, вот, то возникали вопросы, конечно, по объективности такого следствия, близости, так называемой, к прокурору, вот, а ведь были органы следствия и МВД, они до сих пор остались, и в КГБ, сейчас ФСБ, вот, и те-то были, как бы, несколько подальше от прокурора, а сейчас вот создали такую систему органов следственных, что они, в общем-то, равно удалены от прокурора, от прокурорского надзора, значит, прокурор объективно смотрит и на тех следователей, которые работают в Следственном комитете. По-человечески было тяжело, грустно расставаться с коллегами, которые, получается, уходили в другое ведомство, вместе вот работали, что называется, вот, понимаешь, что теперь это уже параллельная структура. Это ведь никакой, да, то, что были коллеги, кто-то ушел в эту систему, но вот какого-то водораздела не возникло, мы, собственно говоря, находились, до сих пор находимся в одной лодке, мы даже порциально, как бы, на одной стороне мы представители стороны обвинения, вот, поэтому работа, она, помимо того, что мы осуществляем надзор, мы осуществляем взаимодействие, и не только с органами Следственного комитета, но и с другими следственными органами, находящимися в других органах исполнительной власти. Вячеслав, я знаю, что история нашей прокуратуры, она отражена теперь не только в печатном виде, но и в виде такого, я посмотрел уже, дорогие телезрители, мне, правда, это рабочая версия, но тем не менее я посмотрел такого интересного мультфильма, тоже посвященного трехсотлительной прокуратуры, как его идея родилась в чуменном виде мультфильма, кто работал, я посмотрел, весьма такое качество, да, мне понравилось. То есть, как проходила работа на этот фильм? Ну, началось все с того, что в процессе, когда мы пока еще работали над книгой, пришла Галина Алексеевна Малюта, и напрямую обращаясь ко мне, как к детскому поэту, мне говорит, вот, Вячеслав Николаевич, у нас срочная задача, я говорю, что нужно? Со стороны руководства. Со стороны руководства прокуратуры. Писать гимн СССР, да? Я думал, да, ну что там такое. Ну, кстати, гимн СССР написал детский поэт. Да, да, я еще и говорю. Вот, нам нужен детский мультфильм про прокуратуру. С профориентационной направленностью. Да, с профориентационной направленностью. Чтобы, ну, такая просветительская миссия была, что такое прокуратура и чем она занимается. Я немного опешил. Ну, а потом так подумал, ну, смотрите, сколько у нас фильмов, там, стихов, сложно о различных профессиях, да? Допустим, все время там улица разбитых фонарей, стайны следствия. В конце концов, дядя Степа милиционер. Я говорю, надо устранить эту несправедливость, давайте напишем, значит, сценарий к мультфильму про прокуратуру. Ну, как бы включил, вошел в образ. Нет, ну, Галина Алексеевна, она еще, да, принесла, скажем так, это было не тех заданий, но вот ее видение, да, чтобы он был все-таки, ну, информативным тоже. Да, ну, получилось так, что она принесла вот такую вот стопку бумаг, где сферу обязанностей. Да, да, то есть, ну, круг обязанностей прокуратуры, как я это вложу в пятиминутный мультфильм. Но в результате это получилось, и в трехдневный срок я написал сценарий и стихи, согласовали это все с прокуратурой, и подключили к работе известного питерского режиссера Игоря Каленова, который, кстати, сценарист, особенно национальной рыбалки, то есть такого уровня. Да, это не мы подключили, это, но прокуратура Тверской области, да, с их стороны, да, да, да. То есть уровень работы над этим мультфильмом был очень высокий. Художники тоже из Питера прислали сначала эскизы. Да, художники питерские. Я смотрю, качество, думаю, такое столичное. В результате, значит, сняли мультфильм, озвучили его в Тверской филармонии. Примечательно, что кроме голоса за кадром всех героев мультфильма озвучивали сотрудники прокуратуры. Даже так? Да, да, да. По главе с прокурором области. А, даже вот так вот. Который сам себя озвучил, так скажем. Я думаю, знакомый голос, думаю, надо так подстроили-то. Вот, но в результате, когда мы в узком кругу представляли различным людям, людям понравилось, потому что мы это субъективно судим. А кто присутствовал, ребенок, который смотрел этот мультфильм, посмотрел и сказал, я хочу идти в прокуроры. И для нас это было просто, ну я не знаю, это была просто вот такая благодарность. Также вот, начиная с Петра, и с современной привязкой, и была привязка именно к Тверской прокуратуре, цель была именно такая. Я это заметил. Да, потому что был случай, который описан и в книге, что и в мультфильме, когда Тверской прокурор... Жильцов. Да, возвращаясь со службы, задержал преступника. В самом центре города. В самом центре города, да. Слезал его, скрутил, в общем, вот так. Там даже здания нарисованы, похожие, но просто место сразу считается. И таких случаев очень много, когда прокуроры, находясь на своей службе, вот именно совершают, ну не то чтобы подвиги, но вот такие вот очень, ну как бы, героические поступки. Так что он как раз вот этот эпизод вошел в этот мультфильм, и детям он особенно нравится. В общем, во всяком случае, мы стали первопроходцами, потому что нигде в России мультфильма... Ну, насколько мы знаем. Ну, насколько мы знаем, по-моему, нет такого уровня. Я думаю, прокуратура точно знает. Его просто нет, поэтому мы, как говорится, впереди планеты всей. И я надеюсь, вот очень бы хотелось, чтобы по взаимной договоренности с прокуратурой и телевидением, если бы была премьера, показали бы, в принципе, на то и направлено, чтобы показать людям, детям. Сама премьера была в Театре драмы, как раз на торжественном собрании 12 января. Ну, мне кажется, очень тепло встретили зрителя. А если бы это еще на экранах продемонстрировалось, то это было бы очень здорово. Надеюсь, что это получится. Мне, кстати, действительно очень приятно поразило, когда в конце, что все на реальных событиях. Я сначала думал, ну понятно, придумали, тут героический поступок и так далее. А хотя думаю, ну так место, Тверской проспект, думаю, рядом с прокуратурой. А потом выясняют, что все действительно ничего не придумка, это очень хорошо получается, то есть это мультфильм и действительно история. Вот есть история в виде печатной книги, это, скажем так, для взрослых, скажем так. А есть для детей, но тоже это именно история, а не просто сказать сказочка, а это именно в мультипликации отражено. Тем не менее, реальная история нашей прокуратуры, как России, так и в частности нашей Тверской губернии. Сергей Анатольевич, а в целом, вы вообще ведете работу с подрастающим поколением, со школьниками? Потому что ведь известно, беда нашей общества, когда советская власть закончилась, как начали, каждый должен сам решать свои проблемы и так далее. Там не важно, какие там управляющие компании что-то не так делают, еще что-то. И выяснилось сразу, что правовое сознание общества крайне на низком уровне, все привыкли, что за себя все делает государство. А я вот такой маленький, пушистенький, я маленький мальчик, а вот пусть за меня Родина все сделает. И в этой связи ведет какая-то работа, что называется, вот с подрастающим поколением, чтобы люди входили в взрослую жизнь, уже юридически, ну хоть как-то подкованные. Работа такая ведется. Я вот еще буквально несколько слов возвращусь к теме фронтовиков. Не могу просто не сказать, что у нас в области работал прокурором области совершенно замечательный человек, Цветков Владимир Емельянович. Это вот как раз те годы, которые так называемый Брежневский застой, как у нас называют их, да? Ну, с 1965 по 1983 год Цветков Владимир Емельянович возглавлял прокуратуру Тверской области. Он фронтовик, он воевал, он тоже вот молодым совершенно человеком воевал. Вот, и в память об этом, вот об этом человеке мы открыли, или сделали мемориальную доску по инициативе прокурора нынешней области. Вот Лежников Сергей Борисович открывает эту на здании прокуратуры области. Вот, то есть у нас тоже свои герои, свои уважаемые, необыкновенно заслуженные люди. Как в той песне «Те, кто брал Берлин». Ну, вот насчет... Нет, тут есть люди, которые активно участвовали. Он воевал, он внес свой вклад. Он воевал, он никаким не военным прокурором, он был просто солдатом. Вот, пожалуйста, кто дошел до Берлина, здесь есть? Да, поэтому хотелось бы вот сказать. Ну, и вот мы, кстати, на таких примерах работаем с молодым поколением, вот, и работа такая неформальная, потому что ходим, выступаем, стараемся довести до правосознания те основы законодательства, которые любой молодой человек должен знать. У нас, кстати говоря, есть и свои, как бы, классы. Вот, например, взяли мы шефство определенное над образовательным центром имени Александра Отращенко. Это школа... Всем известная самая наша современная школа Брусилове. Да, то, что в Брусилове, значит, открытая современная школа, вот, есть специализированный класс, который мы, условно говоря, опекаем, который мы приглашаем на самые разные мероприятия. Мы не только к ним приходим, мы их, вот, в частности, приглашали на торжественное мероприятие, посвященное 300-летию ребят. Вот, я думаю, для них это все очень полезно. Мы проводим с ним совместные мероприятия. Весной 2021 года происходила, значит, закладка памятной аллеи на территории школы, когда прокуроры с ветеранами совместно со школьниками, значит, вот, сажали деревья и поставили в связи с этим тоже памятный знак обозначили. Поэтому такая работа идет. А в чем специфика этого класса, что это часы по правовизнию, вот, просто опять насмотрят родители, кто захочется у ребенка. Да, я так понимаю, у них есть, как бы, определенный наклон в образовательной, как бы, программе. Ну, и то, что, вот, мы идем целенаправленно, иногда, вот, именно с ними общаемся, приходим, какие-то определенные лекции, учебные занятия проводим. Поэтому мы надеемся на то, что, вот, у этих ребят правосознание там на должном уровне будет. А вы планируете этот опыт каких-то лекций, я не знаю, может, там, раз в четверть и так далее, встранить, ну, на весь город, на всю, чтобы в каждой школе хотя бы в такой что-то проходил? Ну, ходят прокуроры, они не только по городу, но и в целом по области. Конечно, конечно, область большая. Это распространенная практика, то, чтобы приходить в школу, чтобы разговаривать с детьми. В колледже приходим, разговариваем, в институты. Постоянно у нас сотрудничество и с Тверским государственным университетом, вот, и там постоянно работаем с юридическим факультетом. То есть, это такая очень широкая, широкая практика. С Суворовским училищем Сергей Борисович Лежников как раз вот проводил урок. И у Суворовского, да, и в детских домах мы, как бы, выезжаем, и шефскую помощь, и... Я вот вижу, какую большую работу ведут у Некрасовского детского дома, у Ямаловского, постоянно вот шефы. Там таких шефов подыскать нужно, как вот они, замечательные. Поэтому вот такая работа, она постоянно проводится. И она нужна ведь действительно, да? Абсолютно, конечно, нужна. И я думаю, живое общение, оно никогда не заменит ни телевизор, ни... Какую-то скучную методичку, брошюру. Да, это вот, что называется, личностное. Люди, дети видят, что к ним приходит живой человек, со своими эмоциями, со своим подходом. Который всегда что-то можно спросить, что непонятно. Да, ему очень... Ребятам очень интересно, я думаю. Ну что же, на самом деле, хорошо, потому что, как я уже сказал, действительно... Это элемент воспитательной работы, да? Если ты зарабатываешь с детства, то уже там в студенческом возрасте, к возрасту поступления на работу, у человека будет какие-то азы, вот, правового сознания будут у него заложены. Это важно и в плане, по жизни, что у нас решение каких-то своих проблем, и в плане поведения, когда человек будет... И можно я, да, свои пять копеек внесу? Для меня еще тоже было, когда мы создавали эту книгу, большим открытием, что, оказывается, в прокуратуре вот есть такой формат работы, как общественные помощники. То есть это молодые ребята, вот, ну, как правило, да, это студенты юрфаков, девушки, парни становятся помощниками прокуроров на общественных началах, и они видят вот эту работу прокуроров изнутри, знакомятся с нюансами, помогают им, и в то же время они приобретают колоссальный опыт, и потом, как правило, возвращаются в прокуратуру. Вот это вот очень здорово, на мой взгляд. Ну что же, наш эфир подходит к концу. Дорогие телезрители, мы сегодня говорили о таком важном событии, как трехсотлетие учреждения прокуратуры нашей страны. Как еще раз говорю, когда-то была Российская империя, потом Советский Союз, Российская Федерация, ну, все эти столетия, даже уже не год, нестилетия, люди вот в погонах, которые были разные, как мы уже сказали, формы были разные, но неважно, суть была одна, люди стояли на страже закона, вели надзорную деятельность. Поэтому, как может, самое главное, что вот интересно, мы услышали, что в годы войны эти люди сами не стали отсиживаться в пользу тем, что у него высокие погоны в тылу, сами шагнули на фронт, а кто-то с фронта потом пришел и уже боролся за... настоял на страже закона уже в тяжелое послевоенное время, поэтому спасибо большое в вашем лице всем сотрудникам прокуратуры, поздравляю от имени нашего телеканала с этим юбилеем, сомневаюсь, что и следующий юбилей наш прокуратур, который встретит в добром здравии и с новыми производствами, что называется, показателями улучшенных. Спасибо большое, спасибо вам, дорогие коллеги, за вашу работу по созданию книги, мультфильма, и до программы «Тема дня». До новых встреч!